Светлана Евдокимова Я художник-скульптор С недавнего времени Моя художественная биография Не так давно началась Когда-то я училась серьезной математике За спиной у меня мехмат Но, тем не менее, жизнь длинная И наступают какие-то такие Не у всех, но у кого-то такие точки Когда хочется перевернуть мир И хочется жить жизнь Ну, как бы попробуйте другие дороги Так как изначально, еще с детства У меня было много творчества, искусства И, наверное, где-то в глубине души Я жалею, что я не пошла изначально по этому пути Ну, в общем-то, я к этому пришла в зрелом возрасте К чему я очень рада Когда мне очень захотелось творчества Я поняла, что, ну, как бы я могу Пойти по другому пути Могу отпустить прошлое И пойти, ну, свернуть на другую дорогу Я, ну, у меня было много попыток Не попыток, ну, вариантов То есть я думала, ну, художником Вот я хочу рисовать, очень хочу рисовать Я пошла в Суриковское училище На факультет дополнительного образования Пошла учиться рисованию Но я понимала, что мне хочется графики Мне хочется линий, черных линий Четких линий И мне очень хотелось графики Суриковское училище Там, ну, больше живопись, так скажем Потом я подумала, что хочется мне вот что-то какого-то Ну, думаю, наверное, искусство Вот прям громкое Это все-таки вот Надо сначала было этому учиться С раннего возраста Я решила пойти в дизайнеры Флористические дизайнеры То есть я закончила школу флористического дизайна У нас, это такая известная школа у нас И она известна во всем мире И у нас преподаватели из Швейцарии Из Германии, из Италии То есть прям вот все Было очень невероятно интересно учиться Школу Николь И там я узнала, что такое проволока Буквально с первых недель я поняла Что проволока – это то, для чего я пришла туда И вот эти графические линии – это как раз вот та история Которая я шла И вот она там со мной случилась То есть вот эта скульптура проволочная Она пошла именно после школы Николь Но чего-то мне не хватало То есть проволока, графика Она черная такая, вся классная Она вот в моих руках там приобретает какие-то формы Но я очень хотела найти компаньона ей Потому что, ну у меня такое, во мне очень много женского И я считаю, что Бог создал мужчину и женщину И для меня проволока – это мужское начало И мне очень хотелось для гармонии Ну, в моем понимании для гармонии Найти компаньона черной мужской проволоки И я пошла в британку на курс современной керамики В надежде объединить проволоку черную, мою стальную проволоку С фарфором таким прозрачным, звенящим Но температура обжига фарфора слишком высокая И длительная, там 1200 градусов И моя проволока, независимо от толщины, она горела Но курс современной керамики мне дал такой горизонт Расширил горизонт То есть, ну мы там изучали скульпторов Смотрели на современные такие направления и веяния То есть это вот прям для меня такое Ну как бы открылась дверь в некое другое пространство Которое я поняла, что ну вообще все возможно Все, что я хочу, никто не запрещает И все готовы это принять, увидеть И вот и с радостью посмотреть Это наши же мысли, то, что мы воплощаем руками Это наши мысли И всем интересны мысли друг друга И это было очень здорово То есть возможность показать то, о чем я думаю Это было в общем здорово И я стала думать, искать, какие же варианты могут быть еще В сочетании с моим началом, с моей проволокой Это как щелкнуло То есть я подумала, что вот со стеклом нужно попробовать И почему бы нет И когда я первый раз села за горелку Я вот очень волновалась Случится этот симбиоз или не случится Потому что, ну такая попытка с фарфором Ну с любой керамической какой-то структурой не удалась Там вот эти нюансы То есть там у горелки 1600 градусов Даже до 2000 доходит пламя Температура пламени Но здесь все в моих руках То есть я беру проволоку Я беру стекло, плавлю стекло И разогреваю проволоку То есть вот этот момент Момент такого диалога между проволокой и стеклом В моих руках То есть я четко знаю Когда и что нужно объединить и соединить Я говорю, это такое ощущение маленького бомба Когда ты понимаешь, что ну вот жидкую каплю Мы не можем остановить Да, вот жидкости воды Там вот любая жидкая такая субстанция Здесь мы вот эту жидкую каплю Мы можем в любом моменте сохранить То есть вот убирает пламени Моментально остывает стекло И в этом моменте вот эта деформация Идеальная деформация Такая вот когда она падает Капля же деформируется от силы притяжения То есть вот этот момент деформации Любой, как мы хотим Мы можем остановить в мгновение Она дает вот, видите, такое вот состояние Ну живое для меня живое То есть вот этого, ну как бы отзывчивости Не статичности, не замерзшее состояние А вот именно вот какого-то Когда мы трогаем И звон, и свет Ну в общем для меня вот это сочетание Получается, если там что-то Какую-то большую форму выдувать То вот не будет вот этой подвижности И потеряется такой некий мой смысл Хотя я не зарекаюсь Все может быть То есть что будет дальше И что мне захочется Дальше как я буду экспериментировать Пока не знаю Вот это, да, та история Когда все необычное И знакомое про нас Абхазия для меня тоже такая страна Я когда-то с мамой в детстве Мы там отдыхали И потом мы были, наверное, пару раз уже Ну во взрослом возрасте Но как-то у меня вообще не отложилось Но для меня вот воспоминания детства Это вот какие-то пальмы, море, воздух И я думаю, что вот вернувшись туда сейчас Вот я именно это, вот это ощущение У меня вот возникнет Что с предвкушением Знакомства вот с этими традициями С людьми То есть мне это очень интересно Такой экспириенс Который вот я прям предвкушаю Это раз Второе Ну галерея Полет Сама по себе Я очень рада с ними сотрудничать Мне очень интересно И мне очень импонирует И Ирина И девочки Которые у них работают Такой коллектив Очень такой Про гармонию Гармоничный Все вот расположено К тому, чтобы мы творили Что-то придумывали новое Все поддерживается И к такому сотрудничеству Конечно, я прям очень-очень рада Ну да, на эту тему можно много рассуждать Здесь же много составляющих Почему культура у разных наций Где-то разная, где-то пересекается Здесь же и место, и время И обстоятельства И вот это Исторические моменты, которые протекающие Почему соседние государства Очень похожи, например Чаще всего Ну не чаще всего Всегда, наверное И в каких-то Особенно культурных моментах Очень близки Это некий исторический опыт Пережитый вместе И путь культурный Именно так и откладывается на нацию Культура Это уже вторично Сначала была нация А потом уже возникло Понимание, осознание культуры Конечно Это опыт, конечно, формировал И у всех опыт каждой нации Он свой И он формировал естественную культуру Сформированную на основе Прожитого опыта Основополагающее, единое То, что объединяет То, что Мы и можем разговаривать С людьми абсолютно разных национальностей Именно посредством культуры Посредством какого-то Вот этого своих чувств Передачи своих чувств И эмоций Именно так То есть вот культура Это про наши чувства Это про нас Про наше глубинное Вот так Про то, что мы Ну, не то, что мы Формулируем своими действиями Или словами А именно вот Наши внутренние ощущения Это вот Вот про это Ну, культура Это про это Вот И, ну, когда вот Какие-то спорные моменты Ну, это же вот А искусство Это вообще Ну, это же вообще наше То есть это вот Продолжение Продолжение нас И когда какие-то спорные Там, ну, кто-то видит Кто-то не видит И я иногда думаю Ну, это же вот Прямо я взяла И вот Ну, свою изнанку показала То, что вот Ну, как будто платье сняла То есть вот Вот на меня посмотрите И мне как-то Ну, вот иногда бывает Такой вот Ну, слегка неловко То есть вот такое Мое ню Да Ну, я уже Практически рассталась с этим И, ну, прям С радостью показываю И рассказываю про все Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому